Имя маршала Советского Союза Филиппа Голикова широко известно в нашей стране. Он по праву занимает достойное место среди отечественных военачальников и теоретиков военного дела. Всем привет, с вами канал История Мира, сегодня мы вам расскажем историю жизни Филиппа Голикова. Приятного просмотра. Филипп Иванович родился 16 июля 1900 года в семье сельского фельдшера в деревне Борисова, Камышловского уезда Пермской губернии, ныне – Катайский район Курганской области. Учился в гимназии в Камышлове. В неполные 18 лет вместе с отцом Иваном Николаевичем он был принят в партию большевиков, а с началом гражданской войны, летом 1918 года добровольно вступил в ряды Красной армии. В составе первого крестьянского коммунистического полка «Красные орлы Голиков» храбро сражался на Урале. За отличие в боях с белогвардейцами и белочехами, в октябре 1918 года Красноорловский полк был одним из первых награжден почетным революционным красным знаменем в ЦИК. Ассистентом знаменосца был красноармеец Голиков. В начале 1919 года он окончил военно-агитаторские курсы в Петрограде и стал агитатором в полковой пулеметной команде 10-го Московского стрелкового полка особой бригады 3-й армии Восточного фронта. А с лета 1919 года секретарем политотдела бригады, затем инструктором-организатором по работе политотдела. После окончания Гражданской войны более 10 лет Филипп находился на политической работе в войсках Приуральского, Сибирского, Ленинградского, Приволжского военных округов. Прошел путь от агитатора соединения до начальника Политотдела стрелковой дивизии. В 1931 году он окончил экстерном военную школу и был переведен на командную работу. За успешное командование полком в феврале 1933 года Голиков был награжден первой наградой – Орденом Красного Знамени. В этот же период он заочно окончил военную академию имени Фрунзе. С 1933 по 1936 год Филипп Иванович командовал стрелковой дивизией в Приволжском военном округе, а с июля 1937 года – 45-м механизированным корпусом Киевского военного округа. В январе 1938 года Голиков возвращается на политическую работу и назначается членом военного совета, начальником политуправления Белорусского военного округа с присвоением звания корпусного комиссара. В ноябре 1938 года он командующий войсками Винницкой армейской группы Киевского особого военного округа. Участвовал в польском походе РКК в сентябре 1939 года, стяжав лавры победителя и освободителя Львова. До июля 1940 года Голиков продолжал командовать 6-й армией, штаб которой дислоцировался во Львове. 11 июля 1940 года приказом НКО СССР он был назначен начальником 5-го управления Красной армии, переименованного в конце июля в разведывательное управление и включенное в состав генерального штаба Красной армии. Сам Филипп Иванович справедливо характеризовал эту должность как острейший участок деятельности. Он выполнял сложную разведработу и добыл немало полезных сведений перед войной с Германией. Деятельность генерал-лейтенанта Голикова в должности начальника разведывательного управления была отмечена орденом Ленина. Через две недели после начала войны Голикову была поставлена очередная сложная задача. Как руководитель разведки, заместитель начальника генерального штаба он был направлен в Великобританию и в США в качестве руководителя советской военной миссии. Где провел несколько раундов переговоров о военных поставках для СССР и открытии Второго фронта. 24 октября 1941 года Голиков был назначен командующим 10-й резервной армией, которая существовала лишь на бумаге. В кратчайшие сроки командующий со своим штабом обеспечили ее формирование. А 5 декабря вместе с другими войсками Западного фронта 10-я армия перешла в контрнаступление. Участвуя в Тульской, а затем в Калужской, Белевской и Вяземской наступательных операциях, армия нанесла мощный удар во фланг 2-й танковой армии противника. За месяц с боями прошла около 400 км, освободив от немецко-фашистских захватчиков 10 городов и более сотни деревень. В феврале 1942 года Голиков принял командование 4-й ударной армии Калининского фронта, сменив получившего тяжелое ранение генерал-полковника Еременко. А через два месяца он был назначен командующим Брянским, а в июле 1942 года – Воронежским фронтом. 7 июля Ставка решила разделить Брянский фронт на два фронта – Брянский и Воронежский. Командование Воронежским фронтом было поручено Голикову. Эти меры упрочили положение. Наступление противника на Воронежском направлении было остановлено. Тем не менее в ходе Воронежского Рашеловградской оборонительной операции, советские войска на южном фланге Советско-германского фронта были вынуждены отойти на 150-400 км. Возникла прямая угроза Сталинграду и Кавказу. С началом Сталинградской битвы генерал-лейтенанта Голикова направляют в Сталинград. Это были не последние назначения Голикова в 1942 году. В октябре он был переброшен на северный участок Советско-германского фронта и назначен заместителем командующего войсками Северо-Западного фронта. Через несколько дней отозван в Москву и назначен начальником Главного разведывательного управления РКК. А еще через несколько дней, в том же октябре 1942 года, повторно назначен командующим войсками Воронежского фронта. Командование Воронежским фронтом в октябре 1942 года, марте 1943 года стало вершиной его полководческой деятельности. На этом посту он провел три крупные наступательные операции. В Острогожско-Россошанской операции войска его фронта разгромили основные силы 2-й венгерской и 8-й итальянской армии. За успехи в управлении войсками, отлично организованную и проведенную операцию Голиков 28 января 1943 года, был награжден Высшим полководческим орденом Суворова первой степени. Почти одновременно ему присваивается звание генерал-полковника. В ходе Воронежско-Косторнецкой операции была разгромлена крупная группировка вермахта и освобождена большая часть Воронежской и Курской областей. При проведении Харьковской наступательной операции советские войска Воронежского фронта продвинулись на 10260 км, нанесли тяжелое поражение противнику и освободили Харьков. Еще до окончания Харьковской оборонительной операции Голиков приказом Сталина был отстранен от командования и направлен в распоряжение Ставки ВГК. В свои неполных 43 года генерал-полковник Голиков был умудренным опытом военачальником, прошедшим все ступени командной и политической работы, руководившим военной разведкой. Получившим значительный опыт дипломатической деятельности, имевшим за плечами полтора года командования объединениями и фронтами в крупнейших сражениях Великой Отечественной войны. Наконец он умел и любил работать с людьми. По-видимому это стало определяющим в принятии решения о его назначении в апреле 1943 года заместителем Народного комиссара обороны СССР по кадрам, а через месяц начальником Главного управления кадров НКО. В Главном управлении кадров НКО велась картотека персонального учета награжденных за всю армию, на весь рядовой, сержантский и офицерский состав. В феврале 1944 года директивой Главного управления кадров было введено наставление по учету личного состава Красной армии, где представили порядок персонального учета безвозвратных потерь и захоронения военнослужащих. Этот документ способствовал устранению недочетов, которые имелись в войсках, центральных кадровых и учетных органах и в военкоматах. Масштабный труд, проведенный кадровыми органами в годы войны, с завершением боевых действий не закончился, а даже наоборот, стал еще более интенсивным. В течение относительно короткого времени ГУКУ предстояло организовать работу по увольнению сотен тысяч офицеров. С 1950 по 1956 год он возглавлял отдельную механизированную армию, дислоцированную на территории Румынии, со штабом в Бухаресте. Командование соединения постоянно контактировало с руководством румынских вооруженных сил, оказывало содействие в реформировании национальной армии, освоении советских образцов вооружения и военной техники. В 1956 году Филипп Иванович был назначен на должность начальника военной академии бронетанковых войск. После ухода в аппарат ЦК КПСС начальника главного политуправления Министерства обороны СССР генерал-полковника Желтова встал вопрос о его преемнике. В январе 1958 года руководством страны во главе с Хрущевым было принято решение назначить на этот важнейший пост генерал-полковника Голикова. В августе 1960 года по инициативе Голикова создается коллегиальный орган по руководству партийно-политической работой в вооруженных силах, бюро главпу, ВМФ. Серьезные преобразования происходят в подготовке политработников. Средние военно-политические училища ликвидируются. В 1961 году на базе Львовского военно-политического училища открывается первое высшее военно-политическое училище. В 1959 году Филиппу Ивановичу присваивается звание генерала армии, а в 1961 году он становится маршалом Советского Союза. Это единственный руководитель за всю историю главпура, удостоенный высшего воинского звания. В июне 1962 года Голиков передал руководство главпуром генералу армии Епишеву и перешел в группу генеральных инспекторов. Филипп Иванович был хорошим семьянином. С женой Зинаидой Афанасьевной он познакомился в 1919 году в Екатеринбурге, через год они поженились. Зинаида Афанасьевна всегда была рядом в трудные 1920-30-е годы, мужественно переносила тяготы кочевой гарнизонной службы. В любви и согласии они прожили почти полвека. Вырастили трех детей. Скончался Голиков в июле 1980 года на 1981 году жизни. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем удачи и до скорой встречи.